В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светланы Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко совершил синхронный запуск двух гидроагрегатов в Днестровской электростанции в Новоднестровске, сообщает пресс-служба главы государства. Президент подчеркнул, что ввод в действие таких объектов позволит быстро решить вопрос энергетической независимости нашей страны, в том числе и от российского газа. 85% всего оборудования ГЭС произведено на украинских предприятиях и в дальнейшем станция сможет обеспечить надежную работу атомных электростанций и повысит качество электроэнергии. Установить прозрачную систему формирования тарифов и удешевить себестоимость производства электроэнергии. Важность этих мероприятий отметил президент Украины Петр Порошенко и добавил, что это позволит снизить стоимость для потребителей. Кроме того, снижение тарифов будет способствовать и обеспечению прозрачности энергетического рынка, избавлению его от коррупционных схем, нечестных финансовых потоков и поможет создать реальный рынок, убежден глава государства. Также он отметил, что гидро и атомная энергия – самые дешевые в мире, а запуск в действие гидроагрегатов в Днестровской ГЭС позволит экономить до 1 млрд кубометров газа в год. По итогам выборов 26 октября в Украине будет избран проукраинский и проевропейский парламент, уверен президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что перед новым составом Верховной Рады стоят сверхважные задачи. Нам нужно реформировать страну, надо положить конец коррупции, реформировать медицину, образование, судебную, правовую систему. Нам нужно модернизировать армию, потому что она была разрушена, сообщил Петр Порошенко. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что многое уже удалось сделать – подписать и ратифицировать соглашение в ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, остановить российское нашествие, создать собственные вооруженные силы, которые остановили агрессора. Для чего это нужно? Потому что нам необходимо реформировать страну, нам необходимо покончить с коррупцией, нам нужно реформировать медицину, и нам нужно реформировать образование, нам нужно реформировать судебную и правоохранительную систему, и нам нужно реформировать армию, которая надежно будет защищать государство. Премьер-министр Арсений Цинюк призвал украинцев прийти и проголосовать на выборах, ведь для будущего Украины важен каждый голос. Тем более, что 26 октября мы будем выбирать новый парламент, первый после революции достоинства. Именно этот парламент обязан гарантировать Украине неизменность курса в объединенную Европу, в пространство человеческого достоинства и справедливости, а также служить украинскому народу. Глава правительства подчеркнул, что даже в условиях военной агрессии против Украины власть делает все возможное для того, чтобы эти выборы были честными, а каждый, кто придет голосовать на свой избирательный участок, был в безопасности. Правительство сделало и делает все необходимое для того, чтобы каждый гражданин, который пришел на избирательный участок, чувствовал себя в безопасности. Мы обеспечим волеизъявления украинцев. Дорогие соотечественники, голос каждого из вас слишком весомый. Нужно обязательно прийти на выборы. Цена этих выборов является слишком высокой, чтобы оставаться дома. Придите и проголосуйте. Обвал российского рубля может негативно сказаться на украинской экономике, заявил премьер-министр Арсений Яценюк. По его словам, уже в ближайшие дни возможен приток товаров из России на отечественный рынок. Это может дестабилизировать экономику страны. Поэтому глава правительства поручил Министерству финансов, Фискальной службе и Нацбанку принять необходимые меры для защиты экономики Украины. Какие еще важные социально-экономические инициативы поддержал Кабинет министров, расскажет Виктория Попович. Правительство Камикадзе в последний день своей работы решило подтянуть хвосты. Ведь после парламентских выборов все министры сложат полномочия и превратятся в исполняющих обязанностей. Поэтому спектр сегодняшних вопросов был широким. Так, Кабинет министров уравнял зарплаты бойцам АТО одинакового ранга. До этого больше всех получали военнослужащие вооруженных сил. Но теперь все справедливо. Старший офицерский состав всех ведомств будет получать почти 22 тысячи гривен, младшие почти 18. Зарплата контрактников составит 10,5 тысяч. Военнослужащим срочной службы будут начислять почти 5 тысяч гривен. Все это, уважаемые коллеги, требует выделения дополнительных средств из резервного фонда государственного бюджета на сумму 243 миллиона 333 тысячи гривен. Именно эти средства выделяем сегодняшним постановлением и описываем порядок выделения этих средств. Попросил бы поддержать. Обеспокоились министры и наличием лекарств для украинцев. Поручение председателям областных государственных администраций и областным управлением здравоохранения. Поднять пятую точку и по больницам. Пройтись непосредственно по больницам. Встретиться с людьми и дать отчет о том, что реально происходит. Или люди получили лекарственные средства, или не получили. Не обошлось и без традиционного в последнее время вопроса. Когда же в домах украинцев будет тепло? И хватит ли нам газа, чтобы перезимовать? В «Нафтогазе» уверяют, поставки голубого топлива осуществляются вовсе, без исключения регионы страны, в необходимых объемах. И уже в ближайшие дни батареи страны будут теплыми. Однако для этого пришлось начать отбор из подземных хранилищ. Сегодня мы имеем отбор на уровне 20-25 миллионов кубических метров в сутки. После того, как все субъекты уже включатся к отобительному сезону, при условии, что температурные режимы будут на уровне сегодняшнем или близких к тому, отбор будет достигать 50 миллионов суточных. Что касается количества ресурса, то во многом нам помогают западные соседи. Польша и Словакия продолжают свои реверсные поставки в Украину. Однако премьер убежден, мы можем перейти на полное обеспечение газом из Европы, запустив большой реверс. Если европейские партнеры вместе с нами решат вопрос большого реверса, то мы сможем фактически заместить весь необходимый объем газа через приобретение его у Европейского Союза. Ну и в завершение последнего заседания правительства. Премьер призвал министров мобилизоваться и работать эффективно, даже после сложения полномочий. Виктория Попович, Владлен 0, БТБ. Досрочные выборы в Верховную Раду 26 октября состоятся. Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами разрушила планы срыва голосования. Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Валентина Леваченко. По его словам, средства, которые были подготовлены и использовались спецслужбами России и незаконными банформированиями, нейтрализованы. Вместе с этим в России продолжают готовить боевиков. На территории мы уже прямо говорим где? В Белгородской области, Воронежской и Ростовской. А на территории Украины и СБУ, и МВД вело специальный контртеррористический и контрдиверсионный режим. Диверсийный режим. Ранее председатель Верховной Рады Александр Турчинов также прогнозировал, что после того, как будут освобождены оккупированные территории Донбасса и Крым на тех одномандатных избирательных округах, где выборы не состоятся 26 октября, пройдут до выборы. Украина готова к проведению парламентских выборов. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ заявил израильский политолог Александр Цинкер, возглавляющий Международный экспертный центр избирательных систем. Государство использовало все необходимые меры для обеспечения прозрачности выборов и добросовестной работы ЦИК, считает Цинкер. И любой украинский избиратель получит возможность осознанно сделать свой выбор и свободно проголосовать. Нам нравится, как работает ЦИК, они выполняют все свои функции, там у нас вопросов нет. Политические партии за короткий срок, который был дан на предвыборную кампанию, они максимально, сколько могли, довели до своих избирателей, каждую свою программу тут более-менее нормально. И сейчас есть шанс, несмотря на все тяжелое какое-то положение, напряженное положение, особенно на востоке страны, выбрать законодательный орган, который, в общем-то, хотят увидеть граждане Украины. И вот, я думаю, это главное, что есть избранный президент, и будет избран законодательный орган, Высшая Верховная Рада, который позволит проводить очень много законов, которые, я думаю, список уже готов и в программе президента, и, наверное, у всех списков, которые идут на выборы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместе с тем, за прошедшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет. 8 силовиков получили ранения, интенсивность обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов уменьшилась, однако атаки террористов продолжаются. И в Донецке вследствие обстрелов на казенном заводе химических изделий вспыхнул пожар. Наряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям пытаются погасить пламя, сообщает Гурсовет. Звуки взрывов и залпов не смолкают в северной части города. Боевики и Россия за последние сутки не раз нарушали воздушное пространство Украины. По данным СНБО на севере зоны АТО зафиксировано 4 факта проведения воздушной разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Мостки, Старобельск и Орехово. Вооруженные силы Федерации продолжают вести разведку и на своей приграничной территории с помощью вертолетов Ми-8. Разведывательные полеты наши пограничники наблюдали в районах участков Горск, Воробьевка и Семеновка Черниговской области. Оборонное ведомство Украины ставит под сомнение эффективность деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ. По словам советника министра обороны Александра Данилюка, в составе миссии есть наблюдатели от России. Они могут собирать разведанные о позициях украинских сил в пользу Москвы. Сегодня миссия, которая работает в Ростовской области, отчиталась, что не заметила пересечения российско-украинской границы бронетехникой через пункты пропуска Гуково и Донецк. С таким заявлением выступил руководитель миссии ОБСЕ Поль Пекар. Также наблюдатели ни разу не видели, чтобы российские беспилотники или вертолеты вторгались в воздушное пространство Украины. Однако представители миссии ОБСЕ, которые работают на территории Украины, утверждают, что неоднократно фиксировали случай пересечения границы российской бронетехникой в указанных пунктах пропуска. На границе с Украиной Россия разместила мобильную армию. Отдельные российские войска все еще находятся в Украине. Об этом заявил главнокомандующий сил НАТО в Европе Филипп Бридлов в штаб-квартире Альянса. По его словам, некоторые части, дислоцированные вблизи украинской границы, остались на месте. Они не демонстрируют никаких признаков того, что собираются уходить. Очень боеспособны, в связи с чем остается возможность применения силы к народу Украины. И в то же время в Альянсе отмечают, что есть часть, которая готовится уйти. Ранее Филипп Бридлов заявил, что НАТО не видит значительного отвода российских войск от приграничных с Украиной регионов. Можете не сомневаться, что российские войска остаются внутри Украины. Они контактируют и поддерживают сепаратистов. Существуют еще очень значительные силы на границе. Их собираются возвращать в места постоянной дислокации. Присутствие российских войск на территории Украины нарушает международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины. Служба безопасности Украины задержала под Киевом российского диверсанта. Он представлялся генералом ФСБ по фамилии Гречишкин и помощником депутата Госдумы России. Об этом сообщил глава СБУ Валентина Левайченко. По данным службы безопасности, задержанный организовывал вывоз тел погибших граждан Российской Федерации из Донецкой и Луганской областей. А также непосредственно контактировал с террористами. 3724 человека. Столько погибших на Донбассе на 21 октября. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шиманович в ходе заседания Совбеза ООН. Сейчас погибает около 9 человек в день во время режима прекращения огня. В пиковый период военных действий погибало в среднем 42 человека, сообщил Шиманович. Напомню, в Нью-Йорке сегодня составилось заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине по инициативе Великобритании. В Украину прибыло первое судно с углем антрацитовой группы из ЮАР. В Величевский порт привезли 84 тысячи тонн. Первая партия угля поступит на Трипольскую и Змеевскую теплоэлектростанции. Для Украины цена составляет 86 долларов за тонну. Прибытие второй партии ресурса ожидается в первой декаде ноября. Ежемесячно в Украину должно поступать 250 тысяч тонн южноафриканского угля антрацитовой группы. Наша страна вынуждена закупать ресурсы из-за того, что многие шахты, находящиеся на Донбассе, не работают или законсервированы из-за действий террористов. Со 150 шахт, которые сегодня добывают уголь разных марок в Украине, 83 находятся в зоне, которая не контролируется украинской властью, а контролируется на сегодняшний день российскими боевиками. Еврокомиссия может выделить Киеву миллиард долларов для палаты российского газа. Об этом сообщил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу. Эти средства Киев может получить уже в ближайшее время. Однако их недостаточно для нужд украинского бюджета, отметил европолитик. Тем временем Ангела Меркель заявила в Брюсселе, что Евросоюз и Украина на следующей неделе обсудят возможность предоставления Киеву промежуточного кредита для предоплаты за российский газ. Россия рассчитывает получить деньги до декабря. Причина в том, что украинское правительство должно решать и другие проблемы. А миссия МВФ еще работает, и новая программа МВФ пока не принята. Поэтому нам нужно промежуточное финансирование на этот период. Это не новый кредит, а просто необходимое промежуточное финансирование. 16 детей отправились в Вильнюс на недельный отдых. Там их ждет насыщена программа, экскурсии, мастер-классы, спортивные тренировки и другие активные занятия. Все для того, чтобы отвлечь детей от беды, с которой столкнулись их семьи. Ведь их родители – участники АТО. А кто и случайно попал под обстрел? Сегодня маленький Орост из Львова едет с группой детей в Литву. Его папа сейчас находится на востоке, воюет за Украину. Мальчик очень хочет, чтобы его отец вернулся поскорее целым и невредимым. В Вильнюсе его и остальную группу примут литовские семьи. Все дети рады и говорят, что им очень приятно, что даже в такое сложное время есть люди, которым не безразлично. Я там читал, что мы там будем в бассейне плавать, в теннис играть и экскурсии будут проводить. Меня это очень заинтересовало. Хочется там побывать, почувствовать, как это. Репетишек Вильнюс пригласил Центр детей и молодежи. В свою очередь украинские и литовские дипломаты, а также Министерство образования Украины и неравнодушные преподаватели сделали все, чтобы оперативно и без лишних забот организовать поездку. Сегодняшним нашим мероприятием мы поддерживаем наших украинских детей, которые попали и страдают от нетипичной войны. Сегодня при поддержке наших партнеров мы имеем возможность 16 наших украинских детей отправить на каникулы в прекрасную страну Литовскую Республику, в прекрасный город Вильнюс. Организаторы уверены, что налаживание новых дружеских отношений, общение с одногодками и активная программа отдыха пойдет на благо маленьким украинцам. Это экскурсии, это поездка в Тракай, наш старинный город, старинный замок. Потом такие центры для детей, где они могут там заниматься всякими спортивными вещами, развлекательными. Это дети тех родителей, которые пострадали в АТО. И они из Львова, из Житомира, из Киева, из Одессы, из Полтавы. Самый младший из группы, 10-летний Влад из Житомирской области, рассказывает, что пока его папы не было, он всячески поддерживал маму, помогал ей по дому. Его отец недавно вернулся с войны на Донбассе, чему Влад очень рад. Думаю, что он больше не будет возвращаться туда, а то мне очень грустно без него. Я думаю, что эта война скоро закончится, что все будут мирно жить и счастливо. Благодетели уверяют, что это не одноразовая акция, и в январе планируют в Литву отправить другую группу детей. Ведь очень важно, чтобы война не лишила их радости детства. Владислава Казак, Иван Иванько, БТБ. Мы верим, что совместными усилиями мы обязательно вернем мир в Украину. Спасибо, что вы с нами, и до встречи на БТБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин